всем привет кто сейчас это слышит мы находимся в студии записываем хлопки находимся в студии записываем подкаст по левую руку от меня находится евгений кунчиц идейный вдохновитель подкаста по правую руку человека ради которого стоит бросить жену и детей и приехать сюда чтобы поговорить с егений тимкин ведущий мероприятий это прекрасное условно условнее этого ничего нет богдан наоборот поменял то есть ты был день вдохновителем а я бросил жену и детей приехал сюда и хорош начало все что не могу бросить вот эту хуйню курить что такое блять наверное или не будем материться киберписька хуя ли мы не будем не могу бросить эту штуку курить что это расскажи я с дочкой буду смотреть мне мне объяснять это одноразовая сигарета это во первых очень вредно мы же понимаем типа что наш наш организм этот дом это наш храм это наш подорожник кемеровский это что-то сакральное а мы впускаем вот эту гадость потому что ну типа как бросить курить и вообще же не курю и вот почему-то вот эту штуку не могу бросить потому что она не воняет потому что типа ты не дискомфортно ты можешь делать где угодно это немножко подкидывает еще такого что-то закружилась голова ты такой немножко прикололся вот и не могу понять как это теперь бросить а ты сразу с нее начал или ты курил до этого не ты не курил вообще и я вот я курил кальяны все же курили кальяны в какой-то долгий период потом меня резко отрезала и сейчас вот вот эти я штуки курил я курил кальяны года четыре каждый день то есть по два штуки наверное такое было безумие ты сам их еще на отдел дома у тебя была вот эта колба да конечно но мне есть название у этого я просто не услышал ни разу это но это типа электронный это называют флешки ну типа электронные сигареты что ли вот их еще можно подзаряжать то есть они кончатся их можно еще раз кончатся они еще раз могут подзаряжаться и ты опять куришь типа прикольно есть мнение о том что ты куришь когда чувствуешь завершение действия то есть например вышел из машины покурил сел машину покурил доехал покурил сделал что-то покурил так ты обозначаешь типа что то что-то завершилось и второе это что-то вылетело с головы второе а это усиление момента то есть например ешь да ты либо по вкусно поел и ты такой надо еще усилить момент и ты идешь куришь короче сигарету например но я курю до то есть это к покурил и потом ем то есть типа усилить момент без того и так прекрасно я зачем непонятно типа хочется больше у меня немножечко иначе для меня время покурить это возможность побыть наедине ты все равно когда находишься с людьми в компании даже близких людей ты все равно немножечко мозгом устаешь то есть от информации от шуток от вообще от энергетики и у тебя есть условные пять минут где ты можешь покурить поставить сам себе переварить все то что только что услышал и вернуться к ребятам вот и но конечно вот эта штука все-таки пусть и вредная но лучше чем сигареты потому что не пахнет вот я думал что наоборот когда ты идешь курить с кем-то более какой-то другой разговор получается ну то есть ты вот здесь сидишь что-то мы болтаем выходишь с кем-то покурить и там какая-то другая атмосфера как будто ты такой да ну про жизнь что-то начали ты сверху до ситуации немножко да ты такой как будто ты вышел со стороны посмотреть ничем и там болтаем и как будто немножко по-другому там разговор всегда типа другие люди приходят курилки мы придумали или еще что-то для меня такая была всегда история я не курил нет я пробовал но никогда не курил типа у меня не был постоянный какой-то в 10 лет по моему я приехал куда-то кросс к подруге моей мамы и ее сын это первый случай когда сын подруги мамы был какой-то плохой человек он меня пошел учить курить и я просто закашлялся это зачем не буду в эти покурить вот об этом написано очень много есть книга называется sapiens если кто-то не читал если кто-то это слушает то пожалуйста почитайте sapiens это библия трилогия да по-моему да еще хомо деус есть еще вторая книга по-моему третье не знаю будет нет ну в общем там есть история о том что это краткая история человечества как вообще все получилось это удивительная книга для меня она открыла вообще все вопросы закрыла которые у меня были например вы знаете типа самая большая договоренность в мире это что это деньги то есть люди обмениваются деньгами бумажками и так мы решили во всем мире и там еще сказано что что на самом деле объединяет все человечество вообще в мире вот она объединяет так как ни что другое это сплетни прикинь то есть вот как раз когда выходишь покурить ты обсуждаешь что-то и вот сплетни так получилось что корпорация пижо первыми создали ооо это было общество граничной ответственностью пижо и у них на в символике был лев лев это было некое божество как пример которому поклонялась компания понимаешь то есть это как бы выдуманный бог который соответственно чтили сотрудники компании пижо и того чтобы они как-то объединялись и были им нужно было давать обсуждать что все это там ненавидите ли вы уважать или и это был как раз пижо то есть был какой-то личности нужно было это обсуждать и вот здесь как раз создается комьюнити некая коворкинг нетворкинг и так далее так далее вот типа пижо как пример они с первых поняли эту такую религию как с этим было я помню мне вот из этой книги зашла тоже тема про сплетни но это была как теория откуда вообще люди появилась речь вообще типа там была же вот эта история что мы маленькими группами ну там путешествовали как ну к этот ходили короче мы не были там потом появился только уже когда земледели и так далее мы остановились мы кочевниками были собирателями и охотниками да да и типа когда до ста человек по моему мы еще можем знать каждого а потом все ну типа ты ни хрена не не успеешь ты понять всех собрать со всех информацию лично и появился вот этот формат типа кому-то рассказать про кого-то также быстрее узнать и и от этого появился вот этот теория сплетен что появился язык из-за сплетен что надо было кому-то рассказать про кого-то и они ну типа начали учиться говорить что он с ним не общайся и получается что чем больше снова становилось народу им надо было как это коммуницировать чтобы узнавать про других людей с которым ты не успеваешь просто даже пообщаться но там по-моему в книге это было это было для меня такой а не да 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 я такой классно книга офигенная это прям сто пудов если выделить в sapiens самое с чего я типа охренел это вот есть еще два момента первый момент это что мы типа люди это вид людей то есть были очень много разных видов людей просто у сапиенсов было там на одну извилину побольше но при этом были типа вид человечка человека огромный в два раза больше него физически сильнее у них были большие головы они были по такими типа не знаю огромными короче существами не такими большими они просто были чуть чуть выше типа там на 50 сантиметров да 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 и были ручище они были мощные но они были не столь хитрые как сапиенсы и теория классная вообще по сути не доказано но есть прямое попадание в то что мы просто хитрее всех поэтому мы всех истребили это был сам это был самый большой геноцид потому что их сапиенсы были самые хитрые животные вид человека на планете это был прям геноцид про больших животных я помню что их сейчас мало осталось вообще животных больше человека ну типа которые прямо опасны и где-то какие-то были гигантские страусы но типа того и то есть их тоже люди истребляли просто но просто боялись да но страшно то есть он там слоны как-то на них ездит сейчас типа они не опасны а те которые были прям опасны все люди их так это же прекрасно есть абсолютно фильм называется прибытие я очень часто о нем вспоминаю когда на землю опускается такой огромный камень ведь это было космический корабль виде огромного вытянутого каплевидного камня черного и они пускались несколько штук на земле и зависали там в ста метрах от земли и очень круто было смотреть как люди сразу делятся перед чем-то неизвестным на какие-то абсолютно коммунные и мнения то есть одни говорят срочно убить взорвать срочно потому что мы не знаем то есть когда человечество видит что-то непонятное для них и человек вот он пытается оправдать его связать с чем-то что он знает потому что он боится то есть свою жизнь за то есть мозг же всегда старается выжить поэтому ничего больше не приходило как уничтожить это другие люди говорят давайте из попробуем исследовать давайте попробуем туда подъехать посмотреть послушать исследовать может быть какая-то информация другие говорят давайте ничего не будем делать просто наблюдать посмотрим что из этого выйдет через какое-то время и вот весь фильм рассказывает о том как разные люди пытались помешать друг другу что-то делать с этими планетами вмешательства прибытие называется прибытие да кстати вот этот сюжет он мне напомнил я не знаю откуда у меня эта информация не помню но есть теория что человеческая раса на земле частично прилетела с марса то есть почему там если до жизни какие-то признаки жизни там остатки воды на марсе что там до этого жили и там есть на марсе огромнейший вулкан называется олимп вот и в какой-то момент он извергся атмосфера была загазована жить было невозможно и марсиане это более высокие светлые ребята потому что 55 миллионов километров от земли до марса соответственно там и ультрафиолетовое излучение меньше они были высокие атмосфера не такая плотная и были белые и они сюда переселились и начали обучать как бы странно не звучало темнокожие население то есть все индусы африканцы это террасы которые вот созревали тут и когда белые люди вот эти прилетели с марса они начали передавать знания поэтому есть такие легенды там про богов олимпа что один отвечает за электричество другой отвечает там за философию то есть это те самые пришельцы которые прилетели и какое-то знание передавали и даже вот ведах есть изображение где якобы обезьяны да как бы это сейчас не звучало в тогах индуса носят камни и и два белых человека якобы адам и ева с намеком на адам и еву показывают в золотых одеждах типа как что делать и они их слушаются и в индии между вот этим индийским зубом полуостровом и островом шри-ланки есть такой атолл маленьких островов называется адамов мост при том что в индии будда вот поэтому будда адам это все один тот же человек совершенно один тот же и они не так давно здесь оказались в общем то и все и поэтому все самые древние знания они располагаются вот индия китай потом вот по побережью это япония то есть там высокие технологии секреты строительства то есть откуда знал древний человек такие технологии потому что сюда прилетели люди и передали эту информацию ну и в последующем уже там скрещивание видов привел к тому что мы стали все чуть пониже великаны какое-то время еще правили поэтому было даже предположение что там петр первый екатерина вторая это были вот потомки великанов поэтому обращались ваше высочество ваше величество они то есть физически были реально больше и на фресках там в том же петербурге они вот изображены на фигурке людей маленьких и вот они большие то есть императоры такие здоровые и слабые как ну ты сказал что они истребляют опасность то есть он большой он больше он опаснее надо его истребить и поэтому вот это обобщенность привела к тому что все вот великаны вымерли прикиньте круто вот кто отвечает за телефон факс вот я хотел спросить у тебя если так было типа вот вы то 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 кто до сих пор отвечает за телефон факс вот почему это до сих пор то есть на нашей планете какого пирога ты пользовался хоть раз телефоном да зачем я звоню человеку и говорю стартуем можно вместить факсон да там должен сказать ты берешь телефон что-то запихиваешь какую-то бумагу и как бы только тачкисты какие-то то есть ты такой это разговор как раз о том что очень запущена какие-то определенные вещи от которых рудимент от которых очень странно мы не можем отказаться отпустить вот об отпускании и как раз возвращаясь к теме книги сапиенс есть теория пшеницы это же просто потрясная штука когда мы были собирателями охотниками мы останавливались вблизи рек и озер чтобы там понятно есть вода продовольствие и там прорастает какая-то жизнь больше насыщена как-то флора ты можешь использовать и типа однажды семена просто уронили случайно они проросли это было пшеница но спустя какое-то время все понимали что пшеница она умирает и нужно за ней нужно ухаживать и вот вблизи болот и так далее она погибает нужно было ухаживать поэтому ее спасали от насекомых ее там орошали поливали убирали не мололи и так далее и вот несколько поколений спустя просто люди вставали типа в пять утра уходили из пшеницы в 11 часов ну грубо говоря там по солнцу и это все спустя какое-то много времени переросло в то что мы ходим на работу мы вставим утром и идем работать на пшеницу есть теория о том что пшеница приручила человека они человек пшеницу прикинь я пытаюсь связать это с телефоном факсом нет нет это то что мы запускаем ты говоришь вот прикинь настолько мы сейчас живем и такие не задаем вопросы а зачем мы вообще вот это делаем вот например телефон факс у меня есть вопрос кто придумал вторник что такое вторник блять ну первый день второй день третий день какой первый средний день вот солнце встало села какой второй день типа откуда начался счет ну да ну кто ну то есть я я разобрался в этом вопросе иногда если ну когда-то я спросил такое какого черта и ну типа наешь я понимаю есть времена года которые меняются ты понимаешь но весна сейчас ну типа а как вот я должен проснуться и понять что сейчас вторник это невозможно без календаря без телефона ну то есть вот ты куда-то перенесись на какой-нибудь остров ты не поймешь я потом когда прикольно когда этот день настал ты такое так сегодня понедельник короче все а сейчас мы начинаем думать вот так все договорились вот это то есть про деньги как про деньги все договорились что вот условно сегодняшнего день а это даже и отматывает потому что я когда разбирался это просто придумали рабочую неделю ну потому что невозможно было здесь у тебя каждый день свободный на фрилансер как понять когда запускать производство чтобы это был конвейер типа надо чтобы люди ходили как на конвейер то есть они ходили там, ну, типа, определенное количество времени в определенные дни и могли меняться. И придумали там, ну, наверное, навряд ли это сразу они придумали, типа, неделю, это был какой-то там эксперимент, типа, давайте работать 20 дней подряд. Кто-то умирал, таки, давайте поменьше. То есть, ну, надо там, бухают каждый там шестой день, типа, или пятый, шестой. Давайте сделаем семь дней. Ну, короче, это вот придуманка тоже человека же, по сути. То есть, не было никогда в природе недели. Были времена года, там, вот это все меняется, это константа такая природная. А потом, когда был вот этот производственный бум, скажем так, пошли заводы, надо было конвейеры. Нужны люди, которые будут вот прям время в определенный, во вторник, выходить в 9 утра и работать. Я просто обалдел. Я такой сначала задал себе вопрос и искал потом ответ. Меня позабавило. Я не знаю. Я, правда, не знаю. Я рассказал примерно откуда она появилась. Такая теория вот у меня, по крайней мере, отложилась, потому что я тоже что-то начал ковыряться и понял, что только по идее, ради того, чтобы люди ходили куда-то на работу, на постоянную, и работодатель понимал, что у этого человека есть график, по которому он работает, а вот это выходные, вот это прям рабочий день, есть вот этот вторник, по сути. для другого я не придумал, не нашел объяснения. Мне кажется, ответ кроется вот как раз таки в том самом языке, который в какое-то время появился и начал, ну, как сказать, фиксировать какие-то смыслы вот на бумаге условно или в речи. То есть в этимологии слов, в их истории есть ответ на все вот эти самые вопросы. Помните Михаила Задорнова, который там рассказывал про Ра-Дуга, то есть почему есть бог Ра? Ра-это бог солнца. То есть, соответственно, Ра... Языческий. Да-да-да. То есть солнечная Дуга, Ра-Дуга. И вот эту этимологию он рассказывает, и, ну, реально, многие вещи становятся понятнее. Ну да, я здесь не прям, не про конкретно вторник, а в смысле вообще такое явление, что, ну, блядь, вторник, типа, будний день. Не, ну, это же по названию, то есть сегодня первый день работы. То есть мы первый день посевной. Первый посевной день, понедельник. По неделям мы это делаем. Вторник второй, среда средний. Это понятно. Или вторник от слова вторить, повторять. Повторять еще раз. Просто классно, что, ну, типа, как договорились, потому что не было связи, типа, алло, здравствуйте, Америка, сегодня какой день? Вторник, все хорошо. Арою. А у нас среда. А у нас среда, что-то нет. А когда к вам, типа, привезут бахилы? Ну, это четверг примерно. Так это сегодня. Сегодня мы... То есть это странно, как бы, прикольно можно сделать. Но я не знаю. Это, наверное, где-то с математики, когда Египет придумывал математику, когда, наверное, где-то... И где-то тогда, во время строительства Вавилона, когда придумывались, когда бог, типа, разделил там на национальности, всем дал определенные слова, и каждый друг друга, помните, не понимал. То есть, да, и молоток, он ему давал там гвозди. Наверное, где-то время исчисления начиналось... Не знаю, наверное, надо искать в колыбели цивилизации как раз. Да, это Египет, колыбель. Где-то там, где-то там придумали. Думаешь, так далеко? Ну, он же в разных странах по-разному называется. То есть, этот Wednesday, Tuesday и так далее. Но, по сути, латынь, она одна. То есть, это two, one, одни созвучные, то есть, цифра. Наверное, где-то с математики это началось. Первый день, второй. Один, два, три. Потому что one, two, оно очень созвучно. Даже аудиально. Поэтому где-то математика, мне кажется. Ну да, кстати, вы видели, или, может быть, читали, что арабские буквы, вот наши привычные там один, два, три, обозначают именно в количестве... Нет, количество углов. Углов, да. То есть, вот один угол, потом чик-чик-чик, два угла. То есть, типа, и девятка там тоже, и пятерка, то есть, все это там наглядно показывается. То есть, вот, закономерности и логика в этом хаосе есть. Вот это как раз-таки про то, о чем ты рассказывал, что в каждом порядке есть немного хаоса, и в каждом хаосе есть определенный порядок. Нет, да, я тоже просто поразился, что это круто так сделано. Ну, типа, год распределили по месяцам, по неделям, вторникам. Ну, то есть... Это вообще гениальное чудо. Цифра и буква. Ну, буква, ладно, она где-то исходит от нас, она нам органично. То есть, ты как бы понимаешь, что ты говоришь, называя на что-то, попытаешься подбобрать буквы. То есть, если ты еще не разговариваешь, ты такой... Но цифра... И, прикиньте, это как огонь, который мы открыли когда-то, но сейчас, прикиньте, еще что-то есть, о чем мы не догадываемся. То есть, каким-то образом кислород смешался с искрой, с чем-то... с трением, с нагреванием чего-то, и получился огонь. И больше открытий таких, ну, особо как бы не было невероятных по миру. Колесо. Да, да, но я имею в виду, когда синтезируется что-то, кислород с нагреванием чего-то, да, там... Получился... Это же чудо. Это же как огонь. Ты его не можешь ни потрогать, ни... Его нет. Воду ты чувствуешь, огонь ты просто ощущаешь. Ты его не можешь взять, перелить. Это просто чудо, которое происходит в результате химии какой-то. И сколько, прикиньте, в мире есть таких приколов, которых мы вообще еще не знаем. Вы бы не задумывались о том, что есть... Прикиньте, раз, и что-то сращивается с чем-то, и ты такой... Серьезно? Это может быть... Шаровая молния, кстати. Вот вы задумывались, как она передвигается вообще в пространстве? Как приручить шаровую молнию, прикинь? Это не Копперфильд ее запускает? Нет. Это реальное существующее явление, то есть прям сгусток молнии, а вообще молния, как и огонь, это тоже такая форма существования веществ. Это плазма. То есть молния, это плазма, огонь сам по себе, вот это плазма. И вот этот перемещающийся шар плазмы, и он начинает тебя преследовать, и возникает ощущение, что у него даже есть какой-то интеллект. О, Господи! Откуда это? О, Господи! Не, 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 не. Откуда вообще появилась шаровая молния? Как? Вот я не физик, не математик, и мне очень трудно это понять. Поэтому, наверное, наши праотцы, предки, они этим явлением давали какие-то мистические объяснения. Да, 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 сто пудов. Конечно. Слушай, а про вот то, что, говоришь, много еще неизвестного, мы как раз после этой книги с другом обсуждали, и он такой говорит, блин, почему такая жопа? Ну, объективно в мире, ну, там, мы разными валютами пользуемся, на разных языках все разговариваем, ну, типа, и конфликты из-за этого часто появляются. То есть, нет какой-то сплоченности, что мы люди, типа, вот такого прям, чтобы... Она какая-то есть, типа, но все равно все разделено. И я говорю, ну, блин, потому что мы где-то еще в начале, как мы в самом начале. В самом начале? Да. Ну, то есть, это вообще какой-то, ну, типа, что будет в будущем, это будет вообще, ну, кайф. Ну, смотри. Во-первых, невозможно было управлять всем человечеством на Земле. И тогда был бы абсолютный хаос. То есть, люди бы делали без наказа на что-то и так далее. Они должны были чего-то бояться. Поэтому была ответственность. Поэтому люди придумали богов. Это же, ну, это рассказано. То есть, не я придумал. Таким образом, с помощью богов люди были разделены на религии, потому что они стали коммунами, потом больше, 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 больше. И можно было управлять с помощью определенных богов этими людьми. И самые хитрожопые сейчас так и делают. Это вот так и есть. Потом люди делились на семьи, понимаешь, то есть, уже сейчас на там 3-4-5 человек и так далее. Ими можно управлять абсолютно. Если взять просто армию безответственных людей, которые ничего не боятся, это, ну, то есть, это не цивилизованный мир. Это будет просто хаос тогда. Но сейчас, наверное, есть ощущение, что нам больше это вообще не надо. Только тихо. Это обрело другую форму. Хомо деус, как раз говорят, что будут новые боги. И будут... Новый бог, это будут технологии. Мы как раз говорили об уберизации. Когда, помните, берешь, пользуешься совсем мало тем продуктом, который тебе надо... Не покупаешь себе машину, а пользуешься такси. То есть, тебе... Или каршеринг. И чуваки, да, например, делали там приложение Питера, мой друг Саня. Он делал приложение, они занимались этим приложением, когда ты подходишь телефоном к квартире, ты там, типа, забронируешь на букинге или где-то еще. Подходишь, открываешь с телефона, заходишь, живешь, выходишь, у тебя снимаются деньги. Здесь мы не имеем посредников. То есть, мы не хотим общаться с людьми, потому что это тяжело. То есть, ты, прикинь, ты должен позвонить риэлтору, она должна найти квартиру, тебе надо это все посмотреть, бумаги заключить. А так у тебя есть пользовательское соглашение, ты избегаешь присутствия человека, где он не нужен, потому что это много энергии, дел, затрат, времени и так далее. Ты просто подходишь, пользуешься технологией, уходишься, соответственно, тебя снимают деньги. Прикольно. Я, значит, понял в эту тему, что люди с людьми очень тяжело общаются. И какой-то конфликт, это как будто неестественная какая-то история. Точнее, естественная, но она прям даже до сих пор во главе общения. Ну, на примере, я там ковырялся по какому-то автомобильному, ну, типа, форуму, во, форум автомобильный, и чувак что-то пишет там. Я вот что-то поменял там, коробку автомат, и ему кто-то пишет, ну, не у всех она так работает, конечно, но у меня так работает. Но вообще просто разные случаи есть. И, короче, к концу этого диалога они просто там, типа, приезжай сюда, ко мне в город, и я тебя там приезжаю, увидимся. Короче, я прям обалдел просто. Это история, ну, 10 сообщений, наверное. Там просто в конце прям война какая-то началась. Началось все. Я поменял коробку автомат. Все, хватило вот этого. Есть, вот круто, есть жилищные комплексы, и чаты у них. Если вы зайдете в чат жилищного комплекса, вы... Я помню, как ты подписан у одного из человек. Да-да-да. Volkswagen Tiguan на бордюре. Я подписан у человека в Геоконтакт, там через Телеграм. Вот, и мне есть ощущение, и это, наверное, сильное, наверное, сказано, пафосно, но не очень мы любим людей. Нет у нас... Мы любим с ними классно проводить время, то есть встречаться с друзьями, веселиться и так далее. Но мы не любим чужих людей, с которыми надо что-то делать, хотя этого можно и было избежать. И так же уберзаться в такси, там, когда с тобой разговаривает человек с четками, ты такой 300-400-500 рублей. А, нет, 500 рублей. Да не, я не поеду. Ну, блин, ладно, поехали. Да не, уже нет. Да надо, да надо. И ты такой, да зачем мне это надо? И ты садишься и едешь с этим человеком, понимая, что с тобой, ну, только что разговаривал. И зачем тебе это надо? То есть, по сути, ты выбрал, вызвал Яндекс, написал, не хочу разговаривать, или очень хочу поговорить, и едешь дальше. Кайф. Да. Мне кажется, что мы не очень любим людей, на самом деле. Слушай, ну, раз мы здесь все ведущие, на сферу услуг вот такого вот ивента, это можно вообще проецировать? Мы же для чего-то... Ну, типа, мы же с людьми контактируем, они хотят веселиться все равно с людьми. Мне кажется... Это вопрос радио, короче. Это постоянный вопрос радио. Помнишь, мы на мастер-классе говорили, что у вас нет ощущения, что вообще мы не общаемся. Мы два радио. Мы просто вот нас поставили, и один, говорит, слушает пока, второй закончит, и другой говорит. Третий говорит, ну, и так далее. И у нас, по сути-то, нет общения. У нас нет вопросов там особенно друг к другу, которые мы взяли и начали раскачивать, разгонять и придумывать до конца. Мы просто обмениваемся информацией. Мы ее где-то получили из книг, из подкастов, из опыта и так далее, и хотим просто рассказать. Мы не очень сильно хотим слушать, что нам будут рассказывать. Это мы уже, типа, транслируем мнение свое. Не выходя еще из дома, мы уже думаем, что мы будем сегодня рассказывать там, там, там. Ты же не думаешь, что ты что-то спросишь, например, там у кого-то? Думаю. Думаешь? Я думаю. Не, ну к тебе мы ехали сегодня с вопросами. С вопросами? Не, ну типа, это и был такой формат, что мы с тобой хотим поговорить, спросить, что-то узнать. Как бы это была цель как раз, ну типа, встречи. Мне кажется, в этом и есть ценность данного подкаста, что люди имеют как раз-таки потребность с кем-то говорить. Но так как с появлением интернета мы все реже видимся лично, ну вспомните, там, до появления, там, 2006, да, по-моему, году, начали телефоны появляться. «Контакт» в шестом же появился? «Контакт» в восьмом, по-моему. Нет, я уже выпускался в шестом. Да, пораньше, потому что я в восьмом зарегался, типа, уже все там сидели. Вот, до того времени мы всегда встречались, ну как-то в подъездах там собирались, во дворе, но как-то собирались и всегда находились. И с появлением интернета, вот, живое общение как будто бы немного атрофировалось у нас. Мы больше печатаем, больше пальцами настукиваем сообщение, чем тренируем вербальное общение, невербальное общение, живое вот. Это же флюиды, это же энергетика. Там даже запах парфюма воздействует на мозг. А когда ты сидишь дома, то ничто не тренирует твою голову. Ты вот здесь, вот, в экране. Вот как раз о чем мы говорили сегодня, об удобных ведущих. То есть удобный ведущий – это, по сути, сервис, с которым ты приходишь и знаешь, что ты хочешь, и он тебе все делает. А как раз человек, который несет в себе какой-то определенный концепт, это человек, с которым ты должен согласиться и принять это. Это как раз таксист. То есть появление человека вот в этом вот диалоге. И как раз удобные ведущие всегда побеждают, потому что у заказчика нет заморочек. То есть ему все сделают. Это как... А это цена за ставкой? Нет. А, до свидания. А с доставкой? Да, тогда, конечно, берем. Все удобно. Тебе все привезли, поставили, позвонили, сделали. Ты ничего не делаешь больше. Вот я думаю. Нет, я бы к чему вообще разговор-то вел. Что вот сейчас, почему активной популярностью пользуются квизы? Почему игры в мафию, какие-то конференции, мастер-классы, тренинги, личностного роста? Эти марафоны желаний. Почему они пользуются популярностью? Потому что есть люди, которые присытились интернетом, вот этим виртуальным общением, и хотят видеться. И они уже готовы платить деньги для того, чтобы увидеться. Именно поэтому, допустим, профессия ведущего, вот именно сейчас в наше время, она прям активно-активно развивается. Заметьте, за последние только лет пять наша индустрия организации, мероприятий и проведения развивается реально. То есть какие-то прям шаги бам, бам, вот чувствуются. Слушай, ну за последние годы-два она в прострации, мне кажется, полной. До этого, наверное, да. Ну типа все вот такое прям оборота-оборота. И квизы были хороши до пандемии. А потом все начало вот так вот. И даже сейчас приходит среднее количество команд. Раньше было больше, прям намного больше. И как бы там не было оффлайн-общения, оно дико стало популярным, непопулярным в пандемию. Все ушли в онлайн. По сути, зумы появились и так далее. А вот сейчас, после пандемии, начались вот эти попытки встретиться, что-то обсудить, поболтать. То есть это такой тоже период. Интернет, да, он дал такой толчок. И мы сегодня обсуждали, что звонить уже некрасиво. Некрасиво, неприлично, да. Хотя я сегодня друзьям звонил. Это интимная штука. Вы мне не верите, да, но я вам говорю, что это так. Не-не, я офигел, когда мне... Это сервис. Это так ты звонишь, тебе нужно разговаривать с человеком, а ты не хочешь. Ты просто пишешь и как бы хочешь, не отвечаешь, потом ответишь. И это странно, что люди, например, такие, тебе звонят, говорят, ты мне не отвечаешь. Так ты говоришь, ну так я, например, не хочу. Прикинь, ты можешь сказать, я не хочу. Я говорю, а человек не понимает, почему. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Мне это неинтересно, там, и так далее. То есть почему-то всегда думают, что ты обязан ответить на сообщения в WhatsApp. Ну ты же так считаешь тоже. И ты тоже. Ты должен ответить. И мне должны ответить. Борюсь с этим, на самом деле. Я выбрасываю эту мысль. Это как здороваться каждый раз. Ну типа я вот поздоровался, вот мы начали первый раз в чате, я написал привет. Вот мне кажется, пока я напишу вот в самом-самом конце, когда вот вообще общение сойдет на нет. А в остальном, зачем мне каждый день писать привет, привет, привет. То есть мы поздоровались, и все. Это просто чат. Здесь мы сразу, привет, там, что делаешь? Ты где? Почему люди не начинают сразу? Почему постоянно вот это здороваться? Да, ну это какая-то, наверное... Ну это уже ты доебался, конечно. Ну это заставляет думать, а думать хорошо. Вот я так считаю. Но звоните прилично, это точно. Да, да, я соглашусь. Потому что я, когда мне звонят, я думаю, что-то горит. Ну типа убивают кого-то или что. Да. Потому что, ну типа, что ты звонишь? Зачем? А там такой, привет. И вообще ноль запроса. Что делаешь? Что ты? Зачем тебе звонишь? Напиши. Если я свободен, отвечу. Несвободен, значит, это забавно. Жень. Тимкин. Тимкин. Я, кстати, могу загадать желание. Отлично. Тебя ставят, допустим, звонки в неловкое положение. Вот когда тебе звонят, тебе это вносит какую-то растерянность, может быть? Да, я не хочу. А тебе еще сразу сыпят вопросами, а сколько стоит, а какой у вас будет костюм, а какие интерактивы и так далее. И ты такой, а вот сообщение как будто бы дает возможность подумать, взвесить. Да? Ты об этом? Про удобство? Это просто нарушение каких-то моих настроек приватности. Я вот тебе говорил, что вот я когда работал на начальников, мне звонил мой начальник и говорит, алло, а ты где? Я говорю, я какую? Я какую? Я в туалете. Сергея Сергеевича позвали. Я какую? Он такой, что? Я какую? Ты же позвонил, ты же, ну, типа... Спросил. У меня свободный... Хочешь услышать меня? У меня свободный график. Ну, то есть я могу присутствовать, могу не присутствовать, как мне надо. То есть я сам решаю, выбираю, где мне быть. И ты звонишь мне, спрашиваешь, ну, я тебе отвечаю, пожалуйста. Он мне не звонил больше. Я не понимаю этот вопрос. Меня он заставляет, ну, типа, снервничать. Ну, да. А еще нет у вас такого, короче... Вот это, кстати, странная штука. Сейчас я объясню. Когда тебе звонит клиент, заказчик, там кто, не знаю... Я когда беру телефон, всегда должно быть тихо. Никто не должен разговаривать или чтобы выдать, где я. Я не хочу, чтобы этот человек знал, что я, например, там, где-то в баре, на концерте, или я просто сижу, читаю газету. То есть я не хочу, чтобы что-то ему подсказало, где я. Это вопрос артиста, прикинь. То есть когда... Типа, а что у вас там, типа, на заднем плане это? Ты такой, ну, это вот... Начинаешь оправдывать, рассказывать. Картошку жарю. Да, картошку жарю. А, он жарит картошку, это значит, что ему никто не может пожарить картошки. Он не может ходить в ресторан, значит, он бедный. Типа, знаешь, что и все такое. И, по сути, прикольно, если есть просто белый шум, и ты можешь быть где угодно сейчас. И он такой, типа, а можете приехать? Ты говоришь, я нет. Я сейчас, ну, типа, храню кошку, например. Вот, пожалуйста. То есть мне, я не могу, типа, все должно быть тихо, когда я разговариваю с клиентом по телефону. Такая штука есть. Слушай, нет, у меня такого нет, потому что, если неизвестный номер, я беру, где я нахожусь. Смотри, вот я тебе звоню, например, и такой, типа, Жень, привет, разговариваю с тобой. У тебя на заднем плане орут дети. Нет, первый вопрос должен быть, тебе удобно? Напиши. Нет, в смысле, алло, Жень, привет, тебе удобно разговаривать? И если я могу разговаривать? Нет, пока, да? Ну да, сейчас неудобно. Окей, перезвони. Хорошо. Ну вот, потому что ты слышишь, например, ребенка на заднем плане, значит, у тебя... Нет, это я первый вопрос, который задаю. Удобно разговаривать? Есть минутка. Это для того, чтобы понять просто, ну, если я звоню человеку, не договариваясь о том, что мы сейчас созвонимся с тобой, я хочу понять... Алло, привет, давай созвонимся через три минуты. Ты можешь через три минуты взять трубку? Да, да, сейчас положу, три-четыре. Да, ну, типа, сейчас для меня звонок, это вот такая история коммуникации, где я спрашиваю, удобно ли сейчас тебе говорить, потому что я теперь, когда беру трубку, и меня не спрашивают, я уже, ну, начинаю переживать, типа, почему ты не спрашиваешь, удобно мне или нет, заранее не связавшись со мной, типа, что мы созвонимся и так далее, потому что я могу быть занят и так далее, но из-за того, что это неизвестный номер, может быть, что угодно может случиться, но мне хочется знать, что мне звонят, по какому поводу, здравствуйте, есть минутка, что нужно, ну, там, иногда слышно прямо сразу, что тебе звонят с холд-центра, потому что там вокруг... Алло, 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 и я просто сначала спрашиваю, ну, точнее, я, когда звоню, спрашиваю, удобно ли или нет разговаривать, если нет, когда перезвонить, и перезвониваю потом. Или человек говорит, слушай, я с ней дома, я тебе перезвоню. Ну, вот я сегодня обзвонил друзей, звал на днюху. И таким уже кто-то не взял, кто-то взял, я спросил, он говорит, я через 10 минут перезвоню, я перезвонил через 20, но сама суть уже... Я поинтересовался у человека, удобно ему или нет, что я ему звоню. Если у меня не спрашивают, конечно, это будет уже таким еще более грубый, короче, такой жест. Ты звонишь мне, не спрашиваешь, занятый или нет. Ну да. Ну, типа, обычно это колл-центр. Все должно быть у тебя по скрипту. Это, не-не-не, бывает звонок, ты такой думаешь, ну, наверное, по работе, алло, тишина, потом... Ваш номер в очереди, 34, дождитесь ответа оператора. И ты такой, что, почему я должен еще ждать? И сбрасываешь. Ну да, да. Вам такие звонки поступают. Да, ну это обзвоны просто тупые. Это прогревы какие-то, что-то там. Ну нет, холодный обзвон. Киньте, в Кемерово, например, когда у тебя у друга день рождения, и он тебе, говорит, сообщает об этом, типа, будет день рождения, и он такой, да, конечно, я приеду. Все. И ты точно приезжаешь. Сто процентов, согласны? Сто процентов приезжаешь. Нет, если ты говоришь да, то да. Да. У меня такие друзья есть, я просто охреневаю. В Москве вообще не так. Ты, например, приглашаешь 100 человек, я приезжаю везти у именинника дни рождения. И он такой, а сколько человек? Он говорит, ну, человек 100. И приезжает, например, 40. Я такой, а как так? И вот эта вот метаморфоза, она не укладывается в голове, потому что здесь, например, ну, в маленьком городе, ты по-любому должен приехать, это твой брат и так далее. А там люди просто, ну, они такие, ну, мы посмотрим, приедем. Нет. Что такое 100? 100 человек, да, днюха. Но это не друзья. Ну, это много кто. Референтная группа. Ну, типа, да, да, да. И там коллеги. И они такие, типа, мы можем не приехать. Ну, наверное, не приедут. И вот ты тот человек, который такой, ну, что-то я не поеду. Вот так может быть. А здесь такого не бывает. Ты по-любому поедешь. Ну, да. Сплоченность. Потому что... Ну, типа, если сказал, то да. Ну, как бы здесь нет вариантов. Если не форс-мажор какой-то. Типа того. Потому что всякие ситуации бывают. Это же правда, что семейные люди, у кого есть дети, они, если прям в лом отказать, вот, не хочется напрямую, они говорят, там, ребенок заболел. Да. Я думаю, останусь. Да. Я ни разу так не делал. Я тоже так не делал, но... А нет, ну а смысл какой? Ну, типа, это как будто бы легально. Уважительная причина. Да, уважительная причина. А так просто... Ну, как бы человек, вот, то самое малодушие, про которое ты говорил, и оно мне очень понравилось, это слово малодушие, что когда ты не хочешь, не можешь, как-то испытываешь дискомфорт сказать нет человеку, и чтобы как... И начинаешь вот так вот, как уж на сковородке, извиваться, придумывая какие-то причины, отговорки. Ну, вот там что-то вот как-то надо, там теща позвонила и так далее. Нет, я не люблю так. Нет? Ну, типа, ты да, да, нет, нет, как бы... Приходит с возрастом просто, понимая, что четко сейчас тебе это не надо, абсолютно или надо, ты спокойно... Прикол в том, что когда ты говоришь человеку нет, ты остаешься на отстройке сверху, когда ты отказываешь. Это была история, когда нужно победить гостя, вип-гостя какого-нибудь в ресторане. И когда, например, он приходит в ресторан, садится, такой, мне сейчас вот это потише, вот это погромче, вот это вот мне принесите то-то, а это вот так сделайте и так далее. И ты говоришь, вы знаете, мы не можем сейчас это сделать. И у него взрывает пукан. И он такой, что? Очень громко вот так вот, то есть у него эго срабатывает, там, что... Но когда он, ну, типа, получает нет, скажем так, потому что люди четко понимают, чем они должны заниматься, как громко должно быть или негромко и так далее, он такой, типа, он становится более лояльным. А если он побеждает, то он продолжает быть эгоистом абсолютно. Да, там запросы увеличиваются. И да, когда есть, блин, я крутую книгу в эту сторону читаю, сначала говорить и нет, как раз про то, что ты сказал, и на всех переговорах там совет, типа, сначала отказывайтесь. Ну, типа, какой-то такой психологический. И про позицию тоже там говорится, что ты с такой позиции сразу становишься над, и тебя начинают уговаривать и так далее. И это, на самом деле, огромная просто история переговоров. Это я такой, ну, в последнее время я часто смотрю, блин, обучиться вообще переговариваться, потому что это огромный пласт психологии, огромный пласт вообще каких-то элементарных таких вещей, но зная их, ты можешь выиграть вообще любой... Договариваться о чем угодно, помню, называется книга. Нет, там, типа, нет... Не дальше. Ну, эту я хочу прочитать теперь, потому что ты сказал, да. А так, книжка была как раз про нет, про то, что, ну, уметь отказывать, и в чем плюсы, и в чем минусы, и так далее. Когда ты такой, да-да-да-да, это тебя вот сильно делают удобным, на тебе ездят, тебе говорят, а еще вот это, вот это. Жек, вот как раз я могу сказать, что по своему эмоциональному опыту, когда человек мне говорит нет, я такой, вау. Вот и все. Когда ты такой, да, сделай то-то, 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 для тебя человек не особо ценен почему-то. Вот я могу сказать, это такое есть. Когда он говорит, нет, я сейчас не могу, я отказываю, мы не поедем там туда-то, туда-то или что-то. Ты такой... Типа, нифига, ты взял и отказал. Так можно делать, разве? Да, нельзя так. Нет, это круто. А вы говорили кому-нибудь нет по работе? Кому вы говорили нет в последний раз? Вы помните? Вообще отказывали? Часто ли вы отказываете? Если отказываете, то почему? Вот когда-нибудь анализировали? Слушай, я, по-моему, вообще редко отказывал. Либо не было таких мероприятий, чтобы я такой, нет, это я не буду вести. Мне не нравится невкусно есть. Я не люблю. То есть я очень переживаю потом, потому что я невкусно поел. Вот когда мне приносят еду, как бургер, помните сегодня? То есть я, ну, я не хочу ей говорить, но, типа, я знаю, что бы надо. Возможно, они это примут и сделают этот бургер, блядь, вкусным. Потому что, ну, ты просто жуешь какую-то булку с мясом. Поэтому, когда мне приносят еду, я такой, я не хочу расстраиваться дальше. Во-первых, ну, типа, ценник, и ты хочешь вкусно поесть, например, круто. Ты говоришь, пожалуйста, а можно переделать? Ну, потому что я не буду это есть, нет, я не буду это есть. И чаще всего с тобой соглашаются, потому что что-то в этом не так. Невкусно, пересолено, недожарено, просто невкусно, потому что, ну, вот я часто говорю, нет, там, когда я курю кальяны, я часто говорю, нет, переделайте, потому что это вообще невозможно просто курить. И недавно, кстати, мы были с чатом ведущих в Москве, и у меня есть такой друг, это приятель Даня Масленников, он такой, типа, подходит кальянчик, сделал, я говорю, слушайте, нет, мне не нравится просто, это не вкус, мне просто не нравится вкус, можете переделать? Он так, да, конечно, уходит, и на меня вот так смотрит Даня, такой, что? А он курит кальян, он такой, чего, так можно, типа, делать? Вот, и он мне потом звонил в Новый год, такой, Жек, последнее, с чего я прикурил вообще, того, с того, что ты, ну, попросил, и можно было переделать кальян, если тебе не нравится, прикинь? Вот такая история была. Это круто, да. Только спасибо тебе, я не знал. Ты это, ну, реально, ты вот этот эффект вау ловишь, когда человек говорит, я так не хочу, это прям прикольно. Что-то есть такое сильное в этом. Восхищает нас то, в чем мы бы тоже хотели преуспеть. В других людях нас восхищает это, и раздражает в людях то, что есть в нас самих. Да, личные недостатки, которые ты видишь в другом человеке, просто ужасно себя чувствуешь, типа, да как ты так это делаешь, там, несобранный, или есть что-то еще. А потом ты говоришь, а, это же я. Так у меня так же, да, вот так оно и работает, да. У меня есть подруга, которую купили в шереге, чтобы она каталась, она будет это видеть, вот, чтобы она каталась классно на классном сноуборде и так далее, но она катается елочкой, если она так спускается. На заднем канте. Да-да-да, я такой, что не сказал, вырежете это. Кому ты говоришь, мы здесь? Я говорю, давай я научу, пожалуйста, тебя, пожалуйста. Ты будешь... Ну, потому что кататься на сноуборде, это кайфовать, потому что ты кантуешься, по сути, это мелодия. А здесь, что это за прикол вообще? Ты не ловишь кайф, это как купить квартиру, жить в лифте. И такой, типа, или жить всю жизнь в квартире, смотреть в окно, не выходить туда, понимаете? То есть это как-то странно. И ты такой, блять, а я просто понимаю, что у меня такая же тема. Я где-то вот, я чувствую, что это классно, что надо идти, там, на вечеринку сходить, сделать что-то по-другому, просто сделать шаг вперед, вот как раз как я поехал на импровизацию. И такой, типа, да не, зачем? Мне и так я классный, я все хорошо. Скажи про импровизацию. Вы болтали или можно с тобой болтать? Нет, можно, можно. Расскажи, да, что дало тебе? Ты про это говорила на мастер-классе, и сейчас что перевернулось? Почему ты думал, что тебе не нужна она, и что там дали тебе такого, что ты такой, да, это переломный такой, ну, важный был момент? Короче, какое-то время, период, человек живет в определенном порядке, например, он вот, у него собран, ходит на работу, у него там расписано, там, ребенок в сад, я не знаю, что-то еще, выходные мы выпиваем, что-то, умеешь зевать с открытым ртом? Это очень важно. Зевать с открытым ртом для ведущего, это очень важно. Особенно на церемониях награждений, когда ты, блять, два часа награждаешь людей, и нужно делать вот так, смотрите, то есть ты когда зеваешь, так вот. Чуть-чуть-чуть отодвигаешь нижнюю челюсть вот так, и все. Но потом и слезки проступают. Нет, не потому что ты не нажимаешь, слезы идут, потому что нажимаешь челюстью, она выдавливает из железы слезной как раз вот эту вот капельку, а так ты... Не знаю, у меня вот слеза выступила. И это не видно. Но это потому, что ты голоден, я не знаю, что с тобой. И вот зевать с закрытым ртом, это очень круто. Однажды на мастер-классе я учил людей, они такие, да что, блять, происходит? Я говорю, это важно, потому что ты сидишь, когда ты в центре ведешь мероприятие, а очень важно зевать с закрытым ртом, чтобы не впалиться. Потому что если ты будешь приквать там планшетом или чем-то, будет понятно. Это как диджей, который смотрит на телефон, и все такие, ну, а он посередине стоит. Вообще как бы, ну, типа, должно быть классно, ты видишь на него, такой, а, нет. И он портит атмосферу, типа, что он не здесь. И вот человек живет в порядке, там, до какого-то времени или в хаосе, и наступает момент, когда он такой, типа, нет, все, я там бросаю семью, бросаю детей, хочу в Лас-Вегас. Или наоборот, он все время кутил и так далее, потом приходит в порядок. Такой, я больше не буду работать ночью, МС, что-то вот это делать, это не для меня, я хочу просто высыпаться и так далее. Такие флешбеки, знаешь, как будто воспоминания на фоне. Это первое, просто зафиксируем момент. И второе, я рассказывал на МК, что часто, когда, ну, ты, например, ведешь мероприятие, к тебе подбегает организатор, говорит, сейчас будет там через три минуты торт, потом Валерий Александрович хочет поздравить дочь, а потом нужно будет предупредить, махнуть мне, потому что фаер-шоу, нужно отправить фаерщиков, чтобы они начали там салют выставлять, что-то еще, еще. А ты такой, что? Чего? Или такой, да, ладно, окей. И идешь, ведешь, вообще уходишь, потом тебе, блядь, машут вот так. И ты вообще, блядь, ты далеко от этого абсолютно. Это происходит постоянно, потому что ты в процессе вот в этом, и ты в движении. И вот как раз несколько времени назад я все время рассказала про хаос. Я рекламировал хаос, что именно в хаосе круто ведущему, потому что когда ты неподготовленный, и появляешься в центре мероприятия, опаздывая на него, мозг работает очень мощно. То есть у тебя дедлайн нарушен, ты уже все, ты подъезжаешь, потому что мозги начинают работать, спасать тебя из этой ситуации, потому что нужно срочно вытащить шутками там и так далее. И ты просто разносишь на раз-два, потому что мозг так, он такой, типа, он воспален. Когда ты спокойненько приезжаешь, такой, типа, на-на-на, я так не могу работать. То есть у меня это как-то, я сдуваюсь. Я тоже. А ты, Жень? Слушай, нет, я нормально, я заранее приезжаю. Но я такого формата просто, мне кажется, ведущий. Типа, мне прикольно просто поговорить с людьми без... Чуть-чуть над их уровнем веселья. То есть я не там и туда их, а типа я такой, о-о-о, привет, эй-эй, чуть-чуть повыше. И какая-то импровизация, ну, в процессе общения, типа, такого. То есть все понимают контекст, я недалеко от них, не так, что они все сидят, такой взрыв какой-то появился с потолка. То есть мне прикольно заранее приехать. Я еще технически очень люблю все штуки на экраны включать. Я же, ну, что не должен делать ведущий, но я все делаю, мне нравится просто это. Ну, так вот, я проявляюсь вот в хаосе. То есть когда все рушится, грубо говоря, да, то есть все сейчас вулканно и так далее, я сто процентов буду стоять спокойно и решать, что будем делать. То есть я просто в стрессовой ситуации всегда холодный. То есть у меня спокойный мозг в отношении паники, но он очень мощный, потому что в отношении реакции. То есть если будет рушиться дома, на меня полетят кирпичи все, блядь, я, скорее всего, вернусь, но буду спокойно это делать. Понимаешь? То есть, грубо говоря, я нахожу вот как раз, я отхожу от ситуации, и такой, пока все орут, я такой, окей. Это просто из детства, когда очень было много стрессовых ситуаций, которые надо было как-то, если бы ты поддавался этому, но ты точно знал, что надо делать, что надо бежать, что-то делать. Круто. Вот как раз про мастер-класс мы говорили про импровизацию. И вот мастер, по сути, импровизация, это ведь искусство, сиюминутный разгон. Но в импровизации есть две части. Есть и хаос, и порядок. У меня с порядком плохо. И это заметно, это моя слабая сторона. То есть, а это чувствуют организаторы где-то, что я где-то не собран в порядке, не подготовил что-то. Но я, конечно, все делаю, готовлюсь, но отношусь я к этому, как кататься на велике. Я умею. Мне не надо сейчас новый велик покупать, чтобы там помыть его, не знаю, что-то смазать. И опять, я на любой сяду и поеду, как и ты. Понимаешь, мне это не надо, а им это надо. А как ты без велика приедешь? Как ты на нем поедешь? Ты ничего про него не знаешь. Я говорю, нет, я два... То есть, я это прошел и на всех велосипедах умею. Ты же тоже умеешь на всех велосипедах ездить, кроме которых с одним колесом, блядь. Ну да, большое такое. Да, это уже другой левел. Все, поэтому в импровизации есть две части. И хаос, и порядок. Хаос, давай, порядок, это когда ты принимаешь условия импровизации, например... Например, вот у нас треугольник, вот зрители, вот мы с тобой сейчас находимся к ним с лицом. Вот эта ситуация у нас будет в бане. Вот это в бане, понял? Мы с тобой в бане. Сейчас мы передвигаемся по часовой, и будешь ты с Богданом. Понял? Я буду сзади. Понял? Что-то мне не нравится такая импровизация. Типа я был с Богданом, а ты будешь сзади. Смотри, треугольник. Треугольник. Вот это треугольник. Вот это сцена. На ней двое. Вот там зрители. Мы с тобой поворачиваемся, мы говорим, мы в бане. Они говорят, вы в бане? Окей, окей. Мы меняемся по часовой. Находишься ты здесь, там Богдан. Вы в театре. Меняемся дальше. Третья ситуация будет. Мы в торговом комплексе. Все. Поехали. И вот мы, например, с тобой в бане. Я говорю, слушайте, Жек, ничего, что мы горим. Сразу понимают зрители, где мы находимся, что происходит с нами, и что мы друзья, скорее всего. То есть важно показать, где ты, что ты делаешь, и чем это может закончиться. Ты сразу понимаешь. Ты не говоришь, привет, о, привет, привет, что, как дела? Тогда непонятно будет для зрителя. Ты должен принять ситуацию, да, и, и сказать, да, мы горим, мы горим, но продолжать как-то образом импровизировать со мной, продолжать этот сюжет. Ты должен принять эту ситуацию, но вносить туда хаос, приколы, что-то изменять сюжет, поворачивать его в другую линию, сторону и так далее. Понимаешь? По хлопку мы меняемся, выходит Богдан и ты. Вы в театре, да, по-моему? Вы в театре, вы с ним начинаете диалог. Проходит третья штука, когда вы в продуктовом магазине, и вот сыграно три части, три части. И потом ты начинаешь делать хаос. Ты вмешиваешь театр в баню. Баню в продуктовый магазин. Продуктовый магазин в театр. И когда мы с тобой вот так стоим, мы можем говорить, что мы в бане, но у нас, грубо говоря, через три минуты антракт, понял? И мы успеем там выбежать из этой бани, например. Но для этого нам нужно... Меняемся... Нам нужно будет... В автосервисе, например. Нет, у нас же продуктовый магазин. Продуктовый магазин, да. Но для этого нам нужно, типа, воды взять в продуктовом. Я знаю парня, который там работает в продуктовом. Хорошо, что ему не... То есть ты... Знаешь, у тебя есть платформа, на которой ты работаешь. Ты принимаешь правила, но смешиваешь туда, добавляешь хаоса, мешаешь и так далее. Ты принимаешь и продолжаешь. Если, например, мы с тобой начнем импровизацию, и ты скажешь, Жек, привет. Ой, слушай, классно, паримся, но хорошо, что у тебя день рождения. Сегодня отличное было решение. Просто праздновать день рождения здесь. А я такой, нет. Это ломает. Мы не в бане. Ну, мы не день рождения сейчас. Мы сейчас с тобой прячемся. У нас прятки. Ты поломаешь абсолютно всю импровизацию. Потому что... И чаще всего, когда мы были как раз в Новосибирске, после того, когда мы сделали... Поехали, да? Да, на вечеринке. Мы стояли и такие, типа, что-то разгоняли, даже фристайлили где-то и так далее. Чувак такой подходит. Мы разговариваем, он такой... А, это потому что там китайцы сделали, например. Просто вкидывает фразу, отбил и такой... Вот, та-та-та-та-та-та. Я такой, подожди, 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 иди сюда. Что ты хотел сказать про китайцев? Он такой... И он в растерянности. Он не знает, как продолжать. Потому что ведущие чаще всего умеют только ломать сцену. Они думают, что отбить шутку, это все. Их верх мастерства. Когда, например, идет диалог с гостями, с аудиторией. Там тебе что-то говорят. Ты говоришь шутку. Просто такой... Ха-ха-ха. И все. На этом заканчивается мастерство ведущего. На самом деле, нужно продолжать диалог с этим человеком. Выстраивать с ним коммуникацию, разговаривать. Да, окей, мы там сделали китайцы что-то, но зато гарантия на то, что ты сейчас съебешься через 5 минут у меня есть. Вы продолжаете с ним играть. И вот это хаос и порядок. Всегда смена друг друга. Пам-пам-пам. Вот почему я занялся импровизацией. Потому что, когда ко мне подбегает организатор и говорит, что нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это будет объявить. Не забудь, не забудь, не забудь. Я говорю, окей, и я все запоминаю. И я сделаю, когда выйду вести конкурс, я скажу это. Потому что я веду в две части. Я веду мероприятие и веду новый вброс, хаос, в мое упорядоченное мероприятие. Мозг твой начинает всегда следить за двумя полушариями. Одно работает в хаосе. Предлагаем, соответственно, свадьба или корпорат. Второе, это хаос, который сбивает организатор. И ты такой, окей. И ты помнишь об этом и работаешь. Когда наш треугольник пройдет шесть сцен, его нужно будет еще логично завершить в каждой сцене. Для этого тебе понадобится помнить, что вы делали вдвоем, когда были в театре. Что мы делали в бане и что мы будем делать с Богданом в продуктовом магазине. Понимаешь? И помнить еще, какие были шутки, приколы и какие образы. То есть ты должен будешь понимать нашу с тобой сцену. Вот эту и еще вот эту. Чтобы оттуда брать и вносить сюда. Вот что такое, по сути, импровизация. Это вариативность ответов. Когда тебе говорят, например, что-то, ты такой, да, нет, через три минуты. Ты можешь сказать еще шесть... Там был чувак у нас, который такой, все, я больше не могу. Я говорю, не-не-не-не, давай продолжаем. И он еще накидывает. Накидывает, 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 накидывает. Например, мы берем, делаем гифку. Вот эта гифка. Вот эта гифка. Четыре человека. Говорю, что ты делаешь? Я показываю, насколько хинкали охуенные в этом магазине. Типа хинкали. Второе дело так же. Он говорит, это странный хобот, я глажу. Та-та-та, третий. Что ты делаешь? Я в любом способом хочу выиграть этот конкурс. Четвертый, свой вариант. И ты так... О, как льет. Да, то есть, понимаешь, или ты... Ну, понял, да? И у тебя появляется вариативность ответов. Потому что, когда ты тупишь, мы говорим, шляпа, он уходит, человек. Остается трое, четверо, двое. Это, как ты говорил, что если на мероприятии есть лысый человек, ну, все и ожидают, и ты сам первую шутку ожидаешь про, например, лысого из Бразерс. Да, или Доминик Торетто, что главное в жизни. Иосиф Пригожин. Семья, да. Но помимо этого, ты можешь, у тебя есть вариативность. Ты можешь просто подойти и сказать... Все уже знают, что ты шутишь там про лысину. Уже к этому подведено все. И там, что мы шутили. Так вот же, брат. Head and shoulders не работает. Нет, это тоже не надо. Мы не говорим про лысину. Мы говорим, офигенная рубашка. Но ты понимаешь, что должен был пошутить. По сути, ты пошутил про лысину, только сказал офигенная рубашка. Все понимают это. Вот. Это вариативность ответов. И в импровизации ты ее нарабатываешь, да, по сути? Да. То есть ты, например, вот я тебе дам слово, тебе нужно там 40 ассоциаций, мне назвать на него. 40. У тебя минута. И ты такой... У тебя просто лопается мозг. Но эта мышца качается. Вот и все. Вот почему я занялся импровизацией, потому что мне нужно... А что это? Это клуб? Это сообщество. Так, пацаны, нужно сказать ради рекламы, что это Ваня Скотч, который занимается уже очень много... Долго импровизацией, но в Москве есть очень много направлений, и комьюнитируют чуваков, которые занимаются импровизацией, выступают с ней. 10 числа мы как раз идем на моих ребят, друзей, просека. Они просто легендарные чуваки, их трое, они просто разгоняют, блядь, очень мощно импровизацию, разгоняют длинную форму. Это когда полтора часа ты играешь сцену, которую тебе рассказали зрители. И внедряешь туда образы, отыгрываешь взаимоотношения, и все понимают, кто кому кто. И ты ржешь, потому что там нереально. Понял? Вот это сообщество. Ванька Скотч делает базу, можно купить курс, пройти базу, просто понимать, что такое там, не знаю, это рэп, или что такое треугольники, или там что такое тостер. Это тоже определенные условия для импровизации и так далее. Просто понимать, и потом ты уже можешь заниматься и гонять. Вот мы гоняли на импров. Импров кэмп на три дня. А если, например, то есть я бы... Вот вопрос про развитие. Ты точно должен понимать и проанализировать то, что ты делал, понять свои сильные и слабые стороны, сделать свой МК, например. Просто понять, где ты не можешь что-то делать. И вычленить. И мне повезло, что я понял, что у меня порядок не работает абсолютно, потому что я хаос. Типа у меня... И раз, откуда приходит импровизация, я такой, вообще не собираюсь этого делать. И мне позвали спикером туда рассказать про хаос и порядок. Я такой, так пацаны все знают здесь вообще. Я такой, типа там, просто что-то поговорил с ними. И потом, когда я говорю, Ваня, я поехал домой, мне надо остаться или нет? Он говорит, будет офигенно. Я такой, остаюсь. И после этого я был влюблен в импровизацию, как в родную мать, потому что то, что происходило на протяжении шести часов с пацанами с импрова, это было что-то легендарное. Такого мало, потому что, прикинь, мы садимся в корпусе, нас там 10 человек, один со звонком. Сцена. Есть такие штуки, как слайд, есть такие штуки, как фриз, это когда сцена застывает. Есть там, я протестую, я не знаю, какие-то всякие приколы. Вот эта же сцена только час назад, но в тостере. И ты мешаешь все задания импровизационные, и все должны сохранять основную линию сюжета, например, в бане, но менять абсолютно форму от треугольника до этой рэп. И вот это происходит, это же сцена, но через 5 минут. Это же сцена, покажите, сцена, в которой Женя Кунчиц показывал корки, но это не помогало. Люди вбегают в сцену и показывают, типа, здравствуйте, это, что это, что это, пошел нахуй, не получилось. И вот это вот, типа, 6 часов, прикинь, мы просто вот так, маски кипят. Круто. Вот, да. Тяжело в учении, легко в бою. Блин, я помню, что... Тяжело в бою без учения, и наоборот, типа, вот, да, да, в чем прикол, тренить надо, тренить. Пацаны настолько мастера, что они... Это гибкость ума очень мощная, и у тебя не будет такого там, когда, знаешь, говорят, тебе не нравится, у тебя эго взрывается, пукан рвется, и ты такой, блядь, меня не взяли, не выбрали молодожены. У тебя мозг перестает так думать, он вообще, у него вариативности миллион, он такой, все классно. То есть, это абсолютно помогает в жизни, даже просто не ведущим. Есть направление импровизации ведущих, и с этими чуваками было сложнее всего, потому что мы можем только отбивать, то есть, шутку. Как получилось со мной, там была импровизация, Алекс Микеров, очень крутой чувак, тренер, люди сидели, ребята, я оказался рядом с ним, и он такой, что-то начинал какую-то миниатюру разгонять, и я вышел такой, что-то просто такой, пам, все посмеялись, я такой, все классно. Он такой, иди сюда, подожди, давай, та-та-та-та-тан, это квартира, привет, ты сосед. Я такой, о-о-о, а я не понимаю, что надо делать. Я так обосрался сразу на этом импрове мощно. Но в тот же момент, через 20 минут, когда я сидел вот так с капюшони, я сидел, мне было так стыдно, я же Женя Тимкин, я же, блядь, должен решать вообще вот так на раз-два, щелкать эти все штуки вообще, я, блядь, у меня режиссура. А я обосран настолько, что ты просто, блядь, зачем я приехал? И в тот же момент я такой, ну, это же меня не убило, так я сейчас тогда буду врываться во все, нахуй, миниатюры. И вот в этот момент я такой, блядь, о, да, я это сделаю, под этот трек я, кстати, выходил, слышите. И я врываюсь во все миниатюры, обсираюсь жестко, там, 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 бам, 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 потом раз, что-то как-то уже более-менее ты не нарушаешь, ты уже что-то продолжаешь. Самое главное подставляться, когда ты же, ну, например, подставляться, это гениально, то есть в импровизации. Помогай следующему, да? Сделай человека звездой, который напротив тебя. И это такая сложная вещь, потому что, например, если из примеров, самый гениальный пример, как подставляться и стать охуительным, это Бузова. Ну да, она всегда дает повод для шуток над собой. Именно так, Паш, через шоу, огромное число, все было всегда смешно, потому что она просто подставлялась гениально. И вот эта роль нам не знакома, а вообще я, ведущему. Ну да, там же эго. Эго, да. И у меня эго. И вот оно... И ты освободился. Круто. Это все? Подкаст закончился? Да не знаю. Я просто вспомнил, когда мы организовали эту импровизацию, что я офигевал, что люди, ну, час, там, минут сорок смеялись просто. И я смеялся. То есть это был... Ну, после там высшей лиги, КВН-а, где я вообще потух. Ну, то есть мы когда попали в вышку, мне прям, ну, стало по-другому. Мне стало прям... Не то чтобы скучно, я потерял вот этот задор студенческий. То есть когда... Ну, мне было там 21, и когда ты писал шутки там под какой-то дабстеп, в зале сидел, разрывались студенты, и потом тебе говорят, надо для пенсионеров шутки. И ты такой, где там трек Галкина с Пугачевой? Потому что это в другом статусе уже абсолютно. Да-да-да. И это сильный был перескок. То есть я понимаю формат, когда команды долго-долго играют и попадают туда, ну, сами. То есть у них нет там авторов и так далее. Они там более органично смотрятся, чем я, который туда вот там, типа, эй, Стас, Стасян меня позвал, ему огромное за это спасибо, но он меня туда так подкинул, скажем так, и я там потерялся. Ну, то есть я уже был не тот, наверное, который был вот в студенческих лигах. Потому что просто уровень другой. А у вас нету депрессии в январе-феврале? Вот когда после лета плюс декабрь, ты такой просто... И потом стагнация, когда немного абсолютных мероприятий, их вообще нет. И у меня прям депрессия всегда, что ты только разогнался, типа, все, я для себя точно решил, что нужно уезжать на юга, в Азию, и там быть пару месяцев, что очень жесткий депресс у меня. Ну да. Я помню, знаешь, когда меня вылечилось, когда я купил квиз? Я не знал, что это так лечится, но... Это так было круто, брат, потому что я такой, глядь, квиз какой-то, что-то кто-то делает. Я такой, типа, что-то подзавидовал немножко. И круто, что ты еще в то время уже был открыт и привез это, и сделал, и людей много собиралось, и собирается. И я такой, вау, это было круто. И тогда я понял. Нет, это Кирилл Фролов. Это не ты, это Кирилл Фролов. Он первый был, да. Да, это было круто. Ну вот и формат квиза, чем мне понравился, что... Я вырежу, блядь. Просто все заебись. Шучу. Было круто, что у меня в декабре было очень плотно, ну, так как у всех у нас, и в январе, на игру 2 января приходят 250 человек. Я такой, чего? Вы кто? Ну, типа, все уже закончилось. 5 января приходят 200 человек. А ты такой, боже, новые люди какие-то. Так нечего делать же. Да, и это прикольный оказался симбиоз ведущего и организатора квиза, потому что вы просто в разный сезон работаете. Леток в квизе проваливается. Ты как ведущий работаешь каждые выходные. Осенью 50 на 50. Декабрь, квизы. Ну, почему-то корпоративов было мало. Игры я не мог проводить, потому что заведения закрывались на корпоративы. Ну, есть мне где-то вот здесь проводить только, если телек есть, подключил, 20 человек собрал. Но я зато в это время просто работал в корпоративе, собственно, в этих же заведениях, не квиз. И это получился такой симбиоз вот этих сезонов-несезонов, что я, типа, мог на протяжении года просто быть постоянно. И квиз как раз был прикольным форматом. Почему я его и взял? Это было с перспективой, что я могу команду собрать, поставить там даже ведущего, например, и на какое-то время уехать. У меня так получилось, там, осенью этого же года, я поставил там Ромку Ганечкина и уехал в Испанию. Потому что у меня была цель такая, там, за 10 месяцев накопить денег и уехать с семьей в Испанию. И я помню прям тот день, когда я сижу в номере, и мне приходит на Сбербанк, типа, деньги с квиза, а я вот в номере Испании там сижу, такой, неплохо. Мы когда делали онлайн, мы мечтали о том, что это будет единственный вариант, когда можно работать где угодно и просто делать онлайн мероприятия для корпоративных компаний и частных. Это был такой Клондайк. Мы считали, что это будет единственным вариантом жить где угодно и работать при этом ведущим. Что такое Клондайк? Клондайк-клад. Это типа... Типа скопление чего-то, место, где что-то скуплено. Нет, это этот ящик Пандоры, типа, мы открыли. Вот. Я хочу сказать, что предложение рождается... Спрос рождается предложение. Да, вот выражение типа есть. Мне кажется, взаимосвязано. И предложение рождается. Могу сказать с точностью, уверенностью, что это абсолютно неправда. Потому что, например, Москва от регионов отличается под этим как раз. В Москве предложение рождает спрос. Потому что, например, в регионе ты можешь ждать очень долго, когда вырастет какой-то спрос, и потом ты сделаешь на это предложение. Понимаете? Очень долго. Как бармаяк. Просто все хотели ходить в классное место с классной музыкой, но нигде не было. Я прожил 30 лет и такой, типа, блядь, а куда я буду ходить? Что? Ну, типа, развлекаться вечером под классную крутую музыку. Я прожил 30 лет и такой, да, блядь, все. И уже маяк открылся, мы такие классно, порадовались, но слишком долго ждать. И вот здесь, например, в регионах как раз-таки мы ждем, когда вырастет спрос на что-то, потом даем предложение. А в Москве наоборот. Ты можешь сделать предложение, свой проект, свой продукт, и на это 100% будет народ. И вот люди, которые понимают это в регионах, это вот ты и Фролов. Понимаешь? Вы просто такие, мы не будем ждать, мы просто привезем, это сделаем, и по-любому возле этого соберется народ. Вот так нужно думать в регионах, если ты хочешь сделать что-то свое другое, не видение или что-то смежное. Уже все города готовы к новому, все хотят и ждут. Просто нужно не проворонить момент. Нужно создавать. Лень. Мы все ленивые жопы, только поэтому мы ничего не делаем. Да, это абсолютная правда. А как вы боретесь с ленью, ребят? Вот как? Просто объясните. Жене, объясните. Нужно вдохновение просто. Так ничего не получается. Это рутина тогда. Если тебе не хочется это делать, но ты заставляешь себя, это просто рутина. Ты просто просишь это делать. Нужно просто вдохновение. Нужно понять, что тебе это даст. Как бы, что тебя питает. Меня питает зритель. Вот сто процентов. Когда возле меня люди и зрители, я непобедим, скорее всего. То есть я буду стараться делать что-то, чтобы на меня смотрели все. Я буду стараться и так далее. Когда нет нового зрителя и так далее, я угасаю. Но еще, смотри, какой зритель. Я думаю, вы замечали, что с одного события, мероприятия, ты выходишь заряженный. Ну, прям гости тебе вернули, как надо. А с другого ты выходишь просто опустошенный. И все, что тебе остается, это легкий такой пескозвон. Пескозвон от слова «писк» в ушах. Это не лень, это со стрессом как ты борешься. Не-не-не, я про то говорю, что ты говоришь, зрители заряжают. Но есть зритель, который наоборот разряжает. Ты что-то пытаешься, пытаешься, и вот они вот сидят и просто не понимают тебя. Ты задаешь вопрос, а он такой и теряется. И ты пытаешься как-то выруливать, выруливать, всего себя раздал, а в ответ ничего не получил. Вот что... Да, это очень часто. В эти моменты я понимаю раньше, чем наступит финал этого мероприятия. Я начинаю понимать это раньше, что я сейчас просто выложусь, и ничего толку у вас этого не будет никакого. Поэтому я себя убираю из мероприятия. Я оставляю людей минут на 30, пока они меня не позовут. Все просто. Часто очень делаю. Я объясню... Ну, а как? Прикольно-прикольно. Я необычный формат. То есть это интересно. Ну, это не формат. Ну, пусть будет формат. Подход-подход. Подход, да-да. Типа решение. Потому что, ну, если просто ты заходишь, люди... Ты что-то пытаешься... Нужно либо срочно что-то мощное сделать вначале. Я могу тебе рассказать, как я стоял 14 минут. У меня есть легендарная история, как я стоял 14 минут с микрофоном вот так посреди сцены. 14 минут, ничего не говоря, просто вот так. И пока люди не успокоились, они начали обращать внимание, шутить, типа, что, там статус, свобода, какие-то штуки и так далее. Пока все не собрались, я просто такой... Угу. Погнали. Все. То есть это тренинги. Есть такой булавин, чувак, который выходит, берет 60 тысяч рублей... 80 тысяч рублей он берет за тренинг, который может начаться в 19.00 в 10 утра и закончится в 11 утра. А может начаться в 10 утра и закончится через сутки в 10 утра. Он абсолютно свободен. Он садится, сидит там, да, 100 человек, он выходит. Булавин, это чувак, у которого учились очень многие парни, типа Осипова, бизнес-молодость, вот это все. Он такой взрослый мужик. Он выходит, садится, читает книгу. Так, просто читает книгу. 30 минут. Ты можешь себе представить себе 30 минут? Люди начинают делиться, почему мы сейчас за прибытие, помните, мы рассказывали? И ты сразу понимаешь, какие люди. И ты можешь сказать, обратите на себя внимание, вот ты прочитал 30 минут, он закрывает книжку, уходит. Возвращается, садится, еще раз читает. Вслух? Да, он читает, слух. Вы не можете поверить, я вам объясню. Когда человек видит что-то непонятное, как прибытие, ты сразу понимаешь, как человек реагирует, и что за характер у него. Кто-то говорит, может, помочь ему? Может быть, что-то идет не так? Так я же заплатил, кто-то говорит. Что, я буду слушать сейчас музыку? Вот твои триггеры. Вот то, что тебя разрушает. Тебя не устраивает, тебе что-то незнакомое, непонятно. Значит, ты не открыт к новому. Ты просто попробуй анализировать, когда человек 30 минут сидит, а ты заплатил 80 тысяч рублей. Это разве не самый охуительный тренинг? Что он тебе даст? Механизмы по коммуникации, ты их проебешь, блядь, через день, через три дня, если ты не будешь их повторять. Ты просто забудешь о них. Классно, если ты будешь пользоваться пятью, там, науками НЛП и коммуникации запомнишь. Ну, разве это не самый крутой тренинг, когда ты сидишь и такой... Потом он начинает уже работать с ними. Обратите внимание на то, как вы реагировали, что вас бесило, почему вы реагировали так, сели на месте, вообще уходили или что-то еще. И он начинает с ними работать, объясняет им, почему вы так реагируете и что. Называется пространство для развития. ПДР называется его тренинг. Можно про реакцию дополнить? Конечно. Есть такой австрийский, по-моему, ученый, Шульц фон Тун. И он рассказывает про четыре канала восприятия информации. То есть мы воспринимаем всю информацию через четыре канала, четыре уха восприятия. Первое ухо, по-моему, типа, как я к этому отношусь. Второе ухо, как мой оппонент к этому относится. То есть мы же проецируем. Грубо говоря, вот ты, Жень, когда звонишь и спрашиваешь человека, а вам удобно говорить, ты почему-то думаешь, что и остальные люди также должны, ну, позаботиться о ком-то и тоже спросить. Типа, ты проецируешь свои знания на других людей. Это, кстати, главная ошибка, и от нее надо избавиться. Ну, так рекомендуют. Так вот, Шульц-Фонтун и чаще всего мы воспринимаем четвертым ухом восприятия. Это когда мы отношения к самим себе проецируем. Например, муж с женой, муж за рулем, ой, жена за рулем, муж сидит рядом, они стоят на светофоре, горит красный сигнал светофора, загорается зеленый. Женщина в этот момент там смотрела в окошко или там в телефон заглянула, и муж говорит фразу, поехали, зеленый. Ну, если мы воспринимаем адекватно, то информация просто, ну, горит зеленый, я не вижу этого, мне подсказали, все, надо ехать. Это спокойное отношение, правильное отношение. Потом, это как я отношусь. Второе, как относится он. Он что считает, что я тупая и ничего не вижу? Это с женщинами связано очень. И с мужчинами в том числе. Ну, да, ты прав. Вот. Вот. И потом, и четвертый, типа, что, типа, ну, вот, вернее, четвертый канал восприятия, это типа, что он мне тупой назвал? Что я сама не вижу, что горит зеленый? Чего он меня торопит? Сексист. Как он смеет? И вот есть очень много людей, кто воспринимает любую информацию через четвертый канал восприятия. Те же ровно люди обижаются на даже самые банальные, самые травоядные шутки в свою сторону. Ну, когда ты вот элементарно что-то пошутил, там, ну, дурканул немножечко. И он обижается. И сидит все. Вот он прям демонстративно скрестил руки, откинулся, и как будто я тебя теперь вообще не слушаю. Все, отключился. Самоустранился, короче говоря. Вот. Защитная реакция. Слушай, про лень. Я такой, ну, типа, в какой-то момент искал, типа, смысл жизни. Ну, мне было скучно. Ну, типа, я такой, а зачем? Типа, живу? Зачем все живут? В какой момент у тебя вопрос возник? В момент выплаты ипотеки, кажется. Слушай, мне кажется, вообще изначально... Ты помнишь, типа... Не, ну, наверное, ты можешь вспомнить. Либо обстоятельства, либо что-то... После какого-то события, книги и так далее. Это вот можно вспомнить. Блин, ну, какой-то вот конкретный момент не помню. Может быть, это было как раз после КВН. Потому что там было все как-то, знаешь, так, типа... Туда пошел, сюда пошел. Здесь позвали, здесь интересно. Мне повезло, что я как-то по наитию двигался правильно. По зову. Типа, я хотел там музыку играть, диджеем быть. И я пошел в школу. Там вообще, ну, типа, мы ставили CD-плееры. Мы с CD-плееров играли. Ну, типа, вот. Я у друга взял и свой. И мы вдвоем стояли, вот, сводили треки. Но было прикольно. Мне нравилось там находиться. Потом я смотрел много КВНа. Ну, просто мне нравилось там премьер-лигу смотреть, которая вообще... Тогда как-то непонятно было, что это такое. Вышку и так далее. И мне просто кайфово было. Потом... Вот пауза. Вот я сейчас ловлю себя с помощью импровизации на том, что я сейчас начинаю думать о том, что я тебе скажу. Прикинь, я какие-то моменты упускаю. Я тоже себя ловлю на этом после мастер-класса. Это прям такой... Ну-ка, нахуй, слушай. Ну и вот. И когда закончился КВН, я помню, там, 2015 год, получается. Я такой, так, что дальше? Что я хочу дальше? Типа, зачем я хочу? Я, короче, начал искать какой-то смысл, зачем все дальше. Там как-то все... Либо было так встык-встык, либо внахлёст-нахлёст, и ты как-то не думал об этом, не было времени подумать. То есть ты что-то диджеем, потом университет, потом что-то КВН, потом что-то вышка лига, и закончил всё. И ты такой, типа... Так, что вообще происходит? Ну, типа, что я хочу? И вот тогда я начал... Я понял, что нет смысла никакого. Ну, типа, закончится моя жизнь, ну, всё, типа... То есть вот в этом я искал, типа, смысл жизни. Не какой-то до-после, а вот именно мой. И я понял, что только наши какие-то внутренние желания, цели и вдохновения создают смысл. То есть когда есть желание что-то делать... Вот у меня сейчас задание отдохнуть один день, потому что я просто херачу. Мне просто в кайф херачить. Я прям утром встаю, прописываю свои цели. У меня гигантская какая-то метр на полтора висит доска этих желаний или ещё чего-то. Я просто смотрю на неё, кайфую. Потом везу дочь в сад. Мне прикольно, мы с ней что-то ржём, что-то поём. Играем вместе в компьютерные игры в планшете. Я в телефоне, мы по сети соединяемся, играем. Я кайфую, мне интересно, что она там покажет, расскажет. Потом я еду на тайский бокс. Там меня пинают, бьют, мне так нравится. Ну, типа, я заряжаюсь. Это вот эта энергия мужская, потому что там мини-группа такая, мужиков каких-то, они что-то там обсуждают. Я что-то бегаю там, самый конченный вообще. Ну, я, ребята, всё, я сегодня капы какие-то. Ну, прикольно. То есть это такой заряд идёт. И вот поставив все правильные цели, я вдохновляю каждое движение своё. То есть если то, к чему я иду, меня, ну, прёт, то всё остальное, приятности, неприятности, они, короче, идут как будто в копилку всего. И вот это меня вдохновляет. И у меня нет как таковой лени, ну, чтобы вообще ничего не делать. У меня просто есть то, что меня сейчас прёт, и то, что не прёт. И иногда, да, заставлять себя приходится. Ну, типа, сейчас я не хочу сидеть со сценарием на субботу, там, не знаю, ну, или на следующую неделю. И это немножко, ну, правильно, потому что постоянно думать о мероприятии через месяц, это, ну, геморрой какой-то, ты потом, ну, не тревожность. Я с ней боролся очень много. Я прям, если у меня есть там в понедельник, я понимаю, что у меня в пятницу свадьба, я прям переживал всю неделю. Да, это я недавно об этом говорил. Это вообще какая-то жесть. Ты ничего не можешь делать. Ответственность. Ты не можешь там... Мне кажется, надо брать, ну, цену за неделю, потому что я всю неделю переживаю за вашу свадьбу. Да, это именно так. Мне прям лёг спать и такой вспомнил, блин, ещё же надо на гостей шутки что-нибудь набросать. Ну, я типа стал выделять какое-то время, полчаса или час, например, я работаю по этому мероприятию, и всё, отрубаю. И я это, знаешь, откуда подчеркнул? От работы наёмного сотрудника. Когда ты с девяти до пяти работаешь, а потом ты вот так закрываешь дверь и такой... Всё осталось там. Это проблема фрилансеров, потому что они всё с собой носят. Это есть у Жеки Розниченко как раз фраза. Она говорит, устройте себя себе на работу. Это прикольно очень. Это офигенно. Я не знаю, она это придумала или нет, или продюсера, потому что сейчас очень круто. Раскроешь? Не, ну это я сказал, что типа устрой себе на работу. Себя. Ну, по сути, да, ты приходишь, то есть ты, ну, как фрилансер, просто можешь снять офис, приходить туда. Ты сам себе а-ля там и директор, и сотрудник, но ты прям вот работаешь на себя. У Гондопаса есть такая крутая штука, и отправь себя в армию. Вот у меня сейчас 12-й день армии идёт. Я себя отправил в такую армию. Ну, условная. То есть ты себя загоняешь в такую дисциплину, скажем так. Сегодня у тебя по расписанию тёмное, да? Ночью. А, в смысле... Тёмное, да, когда подушкой там накрывают и бьют мылом. Слушай, да нет, просто у меня всё в таком в осознанном, короче, действии, что там, ну, типа запланирована была встреча с ведущим из Москвы у меня записана. Ну, типа, Женька, мы там проболтали, он говорит, давайте подкаст. Окей. То есть я съездил свои дела, сделал, которые хотел, и мне хотелось вернуться, потом записать подкаст, поболтать. Но это всё в таком, знаешь, ключе. Не просто, ну, что-то прилетело, ты что-то начал делать, короче, а ты прям такой, о, да, я хочу. Ну, типа, ты с другой позиции, короче, делаешь всё, и это прикольно. То есть у меня такой, ну, не достигаторский, а прям темп прикольный. И у меня есть бизнес-трекер, это отдельный человек. Я нанял себе директора, чтобы вы понимали. Это в Сочи девушка живёт, она просто раз в неделю со мной созванивается, говорит, давай, что у тебя по делам? И прям меня разносит, типа, по моим планам. Я, причём, последний раз такой, блин, я что-то там не сделал. Говорю, ну, что-то вообще. Говорит, ну, вот это сделал. Говорю, да. Говорит, а вот это да. Так ты всё сделал. Такой, нифига себе. Типа, просто я обалдел. Я думал, что я что-то не успеваю. Оказывается, я там, ну, всё сделал, что хотел и так далее. И вот я нанял себе бизнес-трекера, и она говорит, давай ты отдохнёшь один день. Вот прям один день выбери. Я, говорит, не могу найти его. Ну, типа, я сейчас придумал сидеть 11 апреля, после дня рождения, когда я просто буду вот кулять. Ну, не знаю, там, что-то ещё делать. Хотя, типа, такой, ну, ладно, 11 апреля. Ты, типа, чувствуешь жизнь, да, когда ты эффективен? Ну, да, да, сфокусирован прямо. Ну, вот это эффективное поле, да. Это прикольно. Значит, вот там твоя сила. То есть, да, я понял, что энергия решает. Ну, то есть, что бы ты ни делал, ты можешь всё делать. Ну, потому что всё делают обычные люди как-то. Ну, да, у них там больше времени куда-то ушло, но всё решает энергия. То есть, если Маск его прёт от того... Он его не прёт, мне кажется, его статус в Форбсе или ещё где-то. Его прёт то, что он делает. Идеология его. Процесс. Да, и процесс, тем более, да. То есть, не только цель долететь до Марса, а прям, я думаю, это просто, ну, одна из его просто там, ну, как промежуточных целей. Контрольная точка такая. Ну, типа того, да, там, точка B среди алфавита. И он, я думаю, что только на энергии. Вот там рассказывал, как они спали в офисе. Ну, ты не будешь адекватно спать в офисе, если ты наёмный сотрудник. А когда ты на энергии движешься, это офигенно. Я вот хочу вам сказать спасибо, спасибо, потому что я второй день испытываю вот это самое чувство кайфа от результативности. Я думал, что, ну, у меня прям выгорание, а я оказался просто ленивый. И не знал, что меня заряжает. А меня заряжает вот общение с людьми, какой-то движняк, какой-то процесс. И это прям, ух, ну, бодрит. То есть, я такой, хорошо так, подкаст, подкаст. И вот в этом смысле Женя меня тоже впечатлил, что погнали, всё, подкаст. Очень круто. Поэтому для меня это гораздо больше, чем мастер-класс, чем тренинг. Это вот тот самый опыт, который неосязаем. Вот он просто приходит, как любовь. Ты не можешь разложить по пунктам, почему я тебя люблю. Я просто так чувствую. И вот я чувствую благодарность. Спасибо. Это круто. Пожалуйста. Подведём итог. Да, давай. Подведём итог. Ну, не то чтобы я, просто... Как это принято говорить? Инсайты. Сайты. Сайты. У кого какие посетили. Инсайт. А в смысле? Просто вот по итогу нашего разговора я понял, что планирование... Для чего нужно планирование? Ну, там, типа... Кто-то говорит, что для того, чтобы... Ну, вот ты маленький... Разбил большой шаг, ну, дистанцию, на маленькие шажочки. Типа тык-тык-тык. И постоянно испытываешь чувство удовлетворения. Вот. Чем ты, когда вот в стрессе сидишь, такой, так, у меня там ещё неделя есть, но я ещё пострессую, ничего не буду делать. Я ютубчик так зайду, посмотрю сериал или ещё что-то, и оттягиваешь. А планирование, оно как раз-таки снижает уровень стресса. То есть ты проснулся так, у меня там пять задач. Надо позвонить пяти людям, договориться о чём-то. Ты сделал, всё. Гештальт вот этот закрыл, и живёшь дальше спокойно. То есть эти мысли тебя не держат, как вот эти резинки спортивные, где-то сзади тебя оттягивают, и ты пытаешься бежать, 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 бежать. Вот, вот что, какой вывод для себя я сейчас принял. Что касаемо тех крамольных тем про человечество и про язык, мне кажется, вот эти загадки тяжело разгадать. То есть вот у нас есть только возможность догадываться, предполагать, и как раз-таки вот иметь ту самую много вариативности, которую говорил Женя. что у нас есть много вариантов, как посмотреть на этот мир, какими глазами. Вот, наверное, это тоже сейчас у меня здесь вот на подкортке записалось, и хочется применить вот такие дела. Я ещё раз подчеркнул значимость импровизации для меня. Вот то, что ты рассказал, и я вспомнил те ощущения, когда мы проводили импровизацию, когда просто там 100 человек мы делали первые две там бесплатные штуки, приходили там 100-150 человек, они просто ржали. Ну, я не видел на КВ, чтобы так было. Это какие-то, знаешь, типа легендарные номера. А здесь ты просто собрался и просто что-то там... Давайте кто где. Ну, типа вот этот прикол. И все ржут. Потому что просто ребята здесь создали юмор. Импровизация, ну, может быть, не сильно крутой в плане там, вытащи его куда-нибудь и покажи. А вот здесь и сейчас это было прям офигенно. Тебе мурашки аж побежали. И я помню, что я вел это, организовывал с ребятами, и мне хотелось туда попасть, потому что я понимал, что там я расту. Я понял, что я ведущим, ну, типа я просто сижу. Типа, ну, типа... Что я вырасту? Новые слова спрошу у людей? Или что? Я говорю, я туда хочу. Там вот прикольно. Там я буду реализован больше для себя. Я сейчас думаю, как это придумать. Что сделать в Кемерово, чтобы я и организатором был, потому что никто не организует, если я не возьмусь, и поучаствовать в этом. Ну, то есть это просто может быть такой вот типа клуб. Ребята, давайте импровизировать. Как это, кстати, реализовано? Человек, который накидывает, он не импровизирует? Или это он тоже может быть? Конечно. Нет, ты можешь быть играющим мастером. Просто и всё. Ты выходишь, говоришь, сейчас будет вот такая вот штука. Мы будем делать вот это, вот это. Дайте нам там что-то. Поехали. Показываешь, например. Вот так вот примерно это выглядит. И так четыре человека. Может быть, ведущим этой игры и внутри быть. Типа встать, сказать, вот треугольник, давайте вот это, вот это, вот это, вот это, вот этот тостер. Поиграем. Поиграли, показали. Или типа, когда начинается, передаёшь там кому-нибудь звонок, он меняет ситуацию, ты выходишь и работаешь внутри. Абсолютно. Но и так и должно быть. Мастер, ну это не зазорно, мне кажется, если мастер покажет, как он играет, и даже обосрётся или нет. Вообще плохо. Прикольно. Да. Про инсайд я скажу вот что, что я всегда стараюсь помнить, короче, и, во-первых, после каких-то событий очень мне важно напомнить о том, что я должен выйти не тем же человеком из этой ситуации, вот, например, с подкаста. Я больше не, ну типа, каким я пришёл, и таким же выйти, это, ну, попросту потраченное время. Сейчас я, я себя ловил во время там разговора на каких-то мыслях и так далее. Я сейчас понял, что, типа, быть в чём-то очень сильно уверенным, это вот, значит, ты стареешь. Когда ты, в Куджи ребята говорили, я вспоминаю это очень часто, типа, что ты очень уверен, типа, такой, знаешь, я вот, блядь, вспомните батю там или кого-то, и я, это значит, что уже ты, ты уже такой, типа, стареешь. И вот я, мне нравится ощущение неуверенности, что этот подкаст вообще может состояться, что встреча там может состояться, что можем поехать на мастер-класс неуверенности. Чувство неуверенности, это, блядь, сильнее мачете, прикинь, оно решает. Вот как раз, когда ты боишься, неуверен и так далее, или что-то там, да, это, блядь, для меня не особо значимое, но ты делаешь шаг, и такой, вау, и из этого даже можно много чего вынести, такой, вау, круто, классно провели вечер, поговорили. и заключение в том, что где бы ты ни был, что бы ты ни делал, нужно, ну, блядь, это стрёмно, конечно, но нужно, короче, жить эту жизнь, вот и всё, вот так получилось, вот так получилось с нами сегодня. Вывод простой, сомневаетесь, рискуйте, пробуйте, распыляйтесь, кто-то называет это распылением, а кто-то опытом. Да, и вот как раз, прикинь, есть такая штука, импровизация называется, это рэп, мы сейчас с вами будем фристайлить. Давай, что нужно сделать? Как бы это не получится, потому что своим примером, как можно обосраться, вообще, знаешь, легко я вам просто докажу, что я не боюсь, никогда вообще, ни перед кем это сделать, потому что тоже надо прокачивать. Потому что очень сложно всегда начинать, потому что постоянно нужно что-то начинать, продолжать, это может быть бесконечный какой-то процесс, это какой-то просто сверхъядерный инцест. Прикиньте, нужно постоянно фристайлить, у тебя тут камера, ребята уже почти растаяли, но нужно доказать свое мастерство, потому что все сказали, оу, воу, Жека походу реально ебанулся. По-моему, ему надо прямо сейчас вообще что-то куда-то вернуться в начало, чтобы он понял, где он сейчас находится. И вот прямо сейчас он находится там, где он должен быть, потому что он у себя на родине, со своими чуваками, с которыми когда-то начинал вообще вести эти мероприятия. Это даже больше как приятеля уже, потому что новый статус, какая-то новая дружба, какая-то закаленная сталь, и нужно вытаскивать себя из любой рифмы, прикиньте, как будто садиться на катер, заводить мотор и двигаться прямо на рифы. Можно менять стили, прикиньте, стелить дальше, начинать сначала, продолжать это, цеплять поток. Ок, давайте просто потолок, подпрыгнем выше, пробьем его нахер, как будто мыши. Нашли огромный кусок сыра, и такие, вау, он же здесь когда-то всегда между нами летал. Давайте разделим его, просто отметим мышиную днюху. Просто прикиньте, поржем, давайте, ух, ну это классно же, прикиньте, сейчас Саня Гаврилов придет, скажет, выключаем, все, пиздец, так не пойдет. Это какая-то чушь, это уже не фристайл, но мы, прикиньте, прямо сейчас здесь в процессе, уже снег растаял, уже, блядь, весна, уже скоро лето, прикиньте, наведем здесь много марафета, будем долго вспоминать этот денек, это был такой прекрасный день, это тебе, блядь, не этот, опят, опята сели на пенек, это не скучно, прикиньте, ты просто ловишь поток, опять же, убиваем потолок, и можно, прикиньте, продолжать бесконечно, можно понижать голос, менять стили, это какое-то новое изречение, мы прямо сейчас, для изниможения, вместе с Евгением, и Женями, и Богданом, просто продолжаем читать этот фристайл, нам по барабану, когда закрывается этот ДК строителей, или шахтеров, или что бы это ни было, да, потому что, я буду заканчивать, к идти к финалу, и прошу вас, просто не молчите, продолжайте работать, делайте то, что вас качает, любите свою родину, любите свой город, любите то, что происходит вокруг, потому что, нам нужно, аплодисментов, рук, йоу, йоу, да, и каждый из вас, прикиньте, может это сделать, давай, брат, просто лови поток, не думай ни о чем, это, блядь, как выиграть в конкурсе, фломастер, он ничего не значит, но ты уже будешь через пять минут, мастер, давай, ебаш, ты зачитал текст, его было так много, и это круто, но это не двойники, Наруто, достаточно не просто зачитать, но еще главное понять, понимая, мы изучаем, изучая, понимаем, понимаем, вынимая, вынимая душу из тела, мы делаем дело, мы веселим народ, вот, ну так вот, Евгений сидит, что-то в руках теребит, нет, вы не подумайте, вы лучше полюбите, вот такой вот сербский язык, практически как коннебеков, сыгандык, это сложно, Жень, это сложно, я сначала, кажется, ребят, что вот изначально, да, что типа Иосиф Бродский пизданулся, и вот сидит его и несет, донесет, но это сложно. Ты прикинь, ты просто должен довериться и поймать поток, я напоминаю про потолок, ты можешь открыть окно, подышать свежим воздухом, пробить его как мыши, я помню, это просто, когда ты просто, это не, ты должен держать вот эту, и ты из этих, вот это вот, когда ты принимаешь этот ритм, ты не можешь из него выйти, если, блядь, у тебя мозг спасается сам, он такой, а, вот еще слова. Знаешь, что почувствовал, реально, ступор, внутренний какой-то ограничитель. Потому что думать начинаешь. Цензор, да, как будто бы надо думать, надо... Только ты начинаешь думать вот о них, ребята, которые, например, смотрят, сразу все идет под жопу. Вот оно так и произошло, ребят, я думал о вас. Да, там, мне кажется, ни хера не записывается. Давай, Жек. Прикинь, ты примерно на третьей, на третьей минуте все отрубилось, короче, мы сидели, просто общались. Это будет охуительный исход. Это с лучшим. Женя так много еще не проводил времени с Богданом. Просто за день. Я давно мечтал, кстати, собраться так, давно. Да, мне так хорошо, как будто я где-то далеко. Можно собраться завтра или послезавтра, или вообще не собираться. В мегазорда. Никому это нахрен не будет сдаваться. Я хотел бы это точно повторить, обсудить еще тем семь-десять, поболтать поглубже, потому что в конце стало реально глубже. Мы стали расплываться и кайфовать, потому что уже проболтали всю какую-то хуйню. Нормально. Нормально. Хуйня должна быть. В ошибках находятся точки роста. В хорошем отзыве нет роста. А когда тебя критикуют и говорят, блин, чувак, ты обосрался. Это больно слышать, это трудно принять, но это важно изменить и понять. Знаешь, какой еще инсайт? Я вспомнил, что когда я сильно упирался в ведущего, именно прям работал, работал. И в конце сезона, после лета, я такой, ничего не меняется. Все одинаково. Меняется. Чуть-чуть гости, я даже уже через какое-то время перестаю узнавать молодоженов. Раньше я прям знал. Потом просто какой-то поток. И я понял, что я это прям выделял. Отсутствие новизны какой-то. развития, замены. Когда мы играли в КВН, у тебя игра от игры отличалась вообще кардинально. Ну, образы заставались, шутки надо было новые. И это был такой, ну, прикинь, стресс. Это вот поток, поиск новых идей, и этого не хватает мне введения. То есть, либо от этого я отошел, либо мне сказали, ну, зачем нам не надо, нам надо вот как там, ну, типа, вот так. И я не стал это менять, типа, ну, надо так надо. То есть, я вот этот поддался течению, и меня это, ну, не отпустило. Я в конце сезона сказал, блин, все одинаково, мне не нравится. Я не могу сказать, давайте вы будете кидать не подвязку, а руку, или там, тещу, или еще что-то. Банк на деньги. Да, да, то есть, я такой, выбор у тебя, бутоньерка, или подвязка. Ты такой, класс. Типа, в чем прикол? И вот, импровизация, я понимаю, что то, где ты, мало того, что каждый раз должен готовиться, ты даже готовиться не должен, ты просто приходить должен, каждый раз, в каждую секунду меняться. И тебе не надо то, что ты повторил, потом где-то еще раз показывать. Ну, то есть, нет концерта у тебя с импровизацией, в плане, вот то, что тогда было, прикольно было, покажите еще. Ты просто приезжаешь, я как-то видел какое-то а-ля видео из зала импровизации, которое ТНТшное, как они просто выводят двух людей, что-то у них спрашивают, и начинается просто разрыв. Им вообще плевать, им, у них так натренирована мышца, ну, это как, не знаю, там, качхи приходят в зал, и они уже, они все уже, все-таки, нифига, вы там качаете. Ну, мы так не можем, мы вот кандели еле-еле поднимаем. Это навык. Ну, это прям, да, насмотренность, вариативность, скорость реакции, режиссура, понимание обозначения своего места, трансляция того, кто ты, где ты, что ты хочешь. Это просто открытый ум, очень гибкий и быстрый. И так им тренируются мозги. Если бы я тренировался бы с 15 лет, поэтому я закончу, наверное, потому что давайте пожелаем друг другу просто не профилонить, потому что мы намного больше, чем ведущий, каждый из нас, 100%, 100, блядь, процентов, не проебать свои таланты где-то в ресторанах и шатрах. Вот, это будет самым большим, самым большой бедой, которая может случиться с ведущими. Потому что, если я писал просто о том, что, типа, первое, веду все, а потом веду все недорого, веду не все недорого, wedding awards, веду дорого, не веду. И вот этот путь примерно так, по-моему, выглядит. Нужно больше не вести. Либо не вести, как ты вел вообще раньше. Либо просто не вести мероприятие, а быть кунчицем или Богданом, который приезжает, зовут его, что он кунчиц, потому что у него есть скиллы, навыки, вообще похуй, что он будет делать, лишь бы он приехал и делал что угодно. Либо просто бросить вести и стать, превратиться в артиста, в стендап, комика, в артиста импровизации, в музыканта, в кого-то еще похер, просто чтобы горело. Не помнишь, мы говорили сегодня, как можно меньше проебать. Вот смысл жизни. Может быть. Ну, у меня пока так. Все, парни, спасибо. Это было круто. Да, спасибо большое всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok